Всех рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Благодарю вас за вашу обратную связь, за лайки, подписки, за комментарии, за дизлайки, безусловно, это тоже обратная связь. Сегодня я сделаю для вас расклад, кто вы для него. Посмотрим его, тайные мысли о вас, чувства к вам, ну и, конечно, действия. И, конечно, действия. Итак, кто вы на данный момент для загаданного вами человека, да? Злиться на вас. Что ты так злишься? Уход был по вашей инициативе, уход из отношений или принято вами какое-то кардинальное решение, которое не привело этого человека в восторг. Вы навязали ему свою волю, ну он так считает. Вы позволили себе слишком много, да? Он считает, что вы слишком много как-то себе позволили, не нужно было так резко себя вести. Вы, возможно, не учли какие-то его интересы, вот не послушали. Он хотел по-другому, чтобы было, да? А вот получилось как-то вот так, как... Ну, как-то так, что его не устраивает эта ситуация, не устраивают ваши слова, ваши поступки. Злится, сердится, но постоянно думает. Мысли однозначно о вас есть, постоянно думает. Может быть, в психоанализ впадает, анализирует ваши поступки. Ну, нет, думает, потому что вы его притягиваете. Злится на вас. Считает, что вы повели себя очень некрасиво, неправильно. Но очень вы его притягиваете. Ничего не может поделать с тем, с вот этим желанием своим быть с вами, общаться с вами. Преодолевает сам себя. Пытается забыть, пытается жить какой-то другой жизнью. Ну, я так понимаю, что не очень-то у него и получается. А почему он воспринял там ваши слова, либо поступки? Что произошло? Что произошло? Резкое движение. Он не понимает. Он в полном непонимании. У него глаза, видите, завязаны. Он в полном непонимании находится, почему вы так поступили. Он вас не понимает, ваших действий, ваших слов. Ну, сам себя спрашивает, да, вот чего ей не хватает? Чего ей не хватает? Ну, либо ему не хватает, да, если смотрит расклад мужчина. Вы смотрите на женщину, женщина вас не понимает. Да, она пытается понять, оценить какие-то ваши поступки, действия, но не понимает мотивов, да, чем вы руководствовались при принятии такого решения. Хорошо, причина разлада в отношениях какова? Какова причина? Ну, на самом деле, здесь вот показывают, что виноват мужчина. Здесь мужчина принял какое-то решение. Ну, вот, несмотря на то, что уход был по вашей инициативе, мужчина потом принял еще какое-то решение. И понимаете, как? Здесь ошибка за ошибкой. Сделаны неверные какие-то шаги, неверные действия с вашей стороны, но и со стороны мужчины тоже. Возможно, вы, уходя от этого человека, преследовали свою цель. Вы думали, что он надумается, что он что-то осознает. Вы хотели все-таки его как-то заставить действовать, возможно, да, если он бездействует. Да, вы поступили, конечно, резко, как королева мечей. Рубанули, так я скажу, очень даже больновато прямо-таки человеку. Но вы хотели его таким образом стимулировать на какие-то действия. А он в итоге пошел совершенно другим путем. Он что, в другие отношения ушел? Он решил, что это уход ваш, да, и я пойду туда, где меня любят. Вот в новое начало он ушел. Скорее всего, там отношения. Вы не думали, что он так себя поведет. Ну и так как было, уже не могло дальше продолжаться, потому что вы устали. Вы устали от неопределенности. Вам хотелось движения четкости, ясности, да, определенности хоть какой-то. Ну вот такая у нас история, да. Человек, загаданный вами, злится на вас, негодует, не понимает ваших поступков, ваших действий, но при этом сам тоже наделал немало ошибок. Давайте посмотрим общий фон развития отношений на ближайшее время, на загаданный вами срок. Вы же определяетесь перед каждым раскладом, на какой срок вы смотрите. Ну, примерно, да. Общий фон отношений на загаданный период времени. Так, ну, приход какой-то правильности, знаете, вот приход к грамотному пониманию, к осознанию чего-то. Вот резкого улучшения отношений я не вижу, что прям вот сразу же было потепление и движение друг к другу. Пройдет достаточно много времени, прежде чем, прежде чем, хочется сказать, да, прежде чем ситуация все-таки начнет движение, нужно будет очень многое осознать. Нужно здесь повзрослеть кому-то, кому тут нужно повзрослеть, что-то осознать, да. Через какую-то болезненную ситуацию пройти. Уйти откуда-то для того, уйти от каких-то соблазнов, да, карта дьявола и восьмерка чаш. Уйти, отказаться от каких-то соблазнов, от зависимости каких-то, от зависимых отношений, от своих привычек каких-то, от привычного образа жизни, да, выйти из зоны комфорта. Иногда мы не делаем перемен в своей жизни, только потому что не хотим выходить из зоны комфорта, нас устраивает. Пусть лучше будет так, чем никак. Но здесь будет выход из комфорта, потому что обстоятельства так сложатся, что нужно будет выходить на новый какой-то путь по старшему аркану солнца. Но кому все-таки, вам или мужчине? Вам или мужчине? Мужчине? Ну, загаданному вами человеку, да, вот того, кого вы загадали, здесь нужно ему будет пройти через очень болезненную историю для того, чтобы что-то понять и прийти к пониманию того, что все-таки отношения с вами это стабильность, это надежность, это правильный путь. Так, что здесь по троечке Пентакли? Мешательство людей есть, третьих лиц. Возможно, да, очень похоже по раскладу на то, что есть все-таки третьи лица. И нужно преодолевать эту ситуацию. Здесь кому-то нужно выйти из зависимости от каких-то третьих лиц. Я так понимаю, загаданному вами человеку. Озарение придет. Вот. Видите, придет озарение, вот тут лампочка загорелась. Осознает, конечно. Многое осознает, многое пройдет человеку, но не быстро. Получит какой-то жизненный опыт, какой-то урок и будет потом продвигаться по верному пути. Осознает, поймет, что для него лучше. Где ему хорошо на самом деле. Займет свой трон человек, загаданный вами, но через болезненную какую-то ситуацию. Займет трон. Это что значит? Это значит, что человек повзрослеет, возмужает, осознает что-то и выйдет на правильный путь. На тот путь в ваших отношениях, да, с вами именно. на путь, где он сможет отдавать. Здесь в отношениях проблема какая? Загаданный вами человек не умеет отдавать. В отношениях нужно уметь отдавать, да, здесь нужен энергообмен. Потому что, когда человек один, он, в принципе, может жить эгоистом. Когда двое, это уже работа над отношениями. Здесь нужен энергообмен взаимный, иначе отношения долго не продлятся. Вы вкладывались в эти отношения, да, вы шли через какую-то конкуренцию, преодолевая какие-то препятствия. Причём шли практически вслепую, да, где-то за вашей спиной были препятствия, возможно, третьи лица. Но вы шли, вы шли вперёд, вы преодолевали, пытались как-то это всё, значит, убрать свои жизни. А человек, скорее всего, эгоистично очень к вам относился. Он просто пользовался какими-то возможностями, которые давали эти отношения ему. Ваш союз какой-то, ну, какой-то партнёрский союз, да, у вас там был, что это личная сфера, либо работа, и человек вами просто пользовался. Я не могу сказать, что прям не было чувств, притяжение было, и оно есть сейчас, как мы видели, да. Человек думает о вас, он хочет с вами общения. Но здесь основная какая-то часть работы над отношениями всё-таки была на ваших плечах, а человек больше получал, чем отдавал. Вот здесь как раз такая история, когда говорят, что вот в паре один любит, а другой позволяет себя любить. Да, то есть вот такой момент. Кто-то вкладывался, кто-то отдавал, а кто-то по большей части этим пользовался. Так, хорошо, загаданный вами человек действия какие-то будет проявлять в ближайшее время. Ну да, по карте старший аркан дурак. Легкомысленное что-то, что-то несущественное. Ну, может быть, я не знаю, лайк поставит где-то в соцсетях. Вот как-то, знаете, так поведёт себя по-детски немножко и будет ждать вашей реакции. Будет ждать вашей реакции. Да, вы такая, вы в представлении этого человека, персона такая, ну, какая-то занятая, что ли, значимая, у вас какие-то важные дела, так вот она считает, считает вас сильной личностью, загаданный вами человек. И поэтому, ну, здесь пара выходит, император и императрица. Загаданный вами человек хочет сравняться, да, вот как-то выйти, сравняться с вами, с вашим уровнем, выйти с вами на одну дорогу, стать на один уровень. в чём-то этот человек отстаёт от вас. Он так считает. Может, у него самооценка, конечно, низкая, но не очень низкая. Ну, просто он менее везучий, чем вы, да, вы успешный человек, вы удачливый человек, вы человек, который умеет общаться с людьми, да, люди к вам тянутся, у вас такая энергетика какая-то, дипломатичная, с вами хочется общаться, у вас хочется спросить совета, как-то вы притягиваете людей, да, а мужчине в этом плане, ну, не мужчине, а кому-то, загадному человеку, повезло, в этом плане меньше. Вот, но он, этот человек желает, чтобы вы наполняли, чтобы вы помогали, ну, то есть в одиночестве очень тяжело ему справляться вообще с повседневной какой-то своей жизнью, в повседневной, повседневные обязательства, без вас не получается вот как-то разрулить у него в жизни какая-то остановка, какая-то пауза, нет продвижения, карта умеренности, он хочет идти вперёд, этот человек, но не получается, потому что нет движущей энергии, движущей энергией, движущим ресурсом, да, который постоянно его подталкивал, это были вы в жизни, сейчас вас нет, и в жизни этого человека не то, чтобы застой, но нет целенаправленного движения или нет результатов, он пытается, может двигаться вперёд, но результатов таких, на которые рассчитывает, рассчитывает, нет, их просто нет, вот что значит, нет человека с мощной энергетикой рядом, да, может помочь, подтолкнуть, интуитивно почувствовать, что же нужно делать, он, этот человек, загаданный вами, живёт больше логикой, больше разумом, расчётом, вот так, конкретные действия человека по отношению к вам, конкретные действия загаданного человека по отношению к вам, в загаданный вами период времени, конкретные действия всё-таки меня интересуют, нет, конкретных действий не будет, только если вы проявите инициативу, тот поддержит и ждёт, кстати говоря, от вас инициатива, ответственность хочет переложить на ваши плечи, считая, что вы виноваты в данной истории, вы поставили точку, хотя поставил на самом деле загаданный вами человек точку в этих отношениях, если проявить инициативу, у вас будет путь к просвету, путь к просвету, и этот человек выйдет из зависимой какой-то ситуации, мы говорили уже о том, что он находится в зависимой ситуации, там могут быть третьи лица, там могут быть просто какие-то зависимости, привычки, нежелание покидать тот образ жизни, который сегодня есть, то есть с вашей инициативой, с вашей помощью этот человек сможет выйти на какой-то новый свой уровень, новый путь. Здесь мужчина или там женщина, кто загадан, эгоистичные такие наклонности есть, потому что солнце это зацикленность такая в некоторой степени на себе, я не могу сказать, что это прям отпетый эгоист, есть зацикленность на себе, на своей личности, на своих интересах, здесь придёт прозрение к человеку, что эгоизм это шаг назад, шаг назад, а хочется идти вперёд, поэтому нужно будет учиться отдавать, вот этот человек будет учиться отдавать что-то в отношениях, вот только тогда, когда этот человек научится отдавать свою энергию, взаимодействовать с тем, кто рядом с ним, только в том случае будет выход на свет и выход в какую-то серьёзность, во что-то, получит какие-то результаты, какой-то урожай, да, императрица, то есть вот так надеется сейчас получить много чего, но не осознаёт, что виной всему эгоизм человека, что им сделаны определённые тоже неверные шаги, да, не только вы виноваты здесь, и только когда будут сделаны правильные выводы, уйдёт зависимость от третьих лиц или ещё от чего-то, когда появится желание что-то в своей жизни менять и действовать, только тогда придёт результат, то есть видите, какой здесь нужно пройти, я так скажу, лабиринт, наверное, да, прямо лабиринт, потому что человек сам себя загнал вот в этот лабиринт и тупик в жизни, в жизни тупик сейчас, нужна перезагрузка, карта суд, полная перезагрузка того, что есть, почему тупик в его жизни, ну, потому что виноват человек перед вами, винит также и вас тоже, поскольку эгоист, то принять вот эту мысль в себе, что виноват он сам, очень тяжело, но он же пуп земли этот человек, он так таким себя считает частенько, и винит окружающих, своих ошибок не видит, поэтому его жизнь закрутила вот в этот вот водоворот, заключила в этот лабиринт для того, чтобы он что-то понял, осознал, ну, поймет, осознает многие вещи, я не говорю, что здесь будет прям перемена кардинальная в нем, все-таки люди не меняются, но осознает и поймет очень много и начнет тогда получать свои плоды, результаты своих трудов, своей работы, своих действий. Перезагрузка нужна колоссально этому человеку, пройдет он через какие-то разрушения, через какие-то потери, и все-таки выходите вы в союз, в пару, в какой-то партнерский союз, там уже будете сами определять как строить отношения, новое начало, десяточка чаш, да, это все-таки осознание, понимание того, что вам нужно быть вместе, придет, новое начало будет, пустыня, видите, тут сожжено все, то есть здесь будет новое начало, после башни, после того, как сожжено будет все вокруг, пустырь, и все-таки зажигает он жезл, осознает что-то, и вы переходите в десяточку чаш, это брак, это семья, это серьезный уровень отношений, и старший аркан влюбленный, да, тоже мощная карта, которая говорит о примирении, об установлении взаимопонимания, о приходе все-таки к результату через тяжелые какие-то испытания, через какие-то осознания, через полную перезагрузку, через кармические уроки, ну вот такой вот итог, мне нравится такой итог, ну что делать, да, все мы сложные личности, все мы в принципе эгоисты по своей сути, мы не хотим работать над отношениями, мы ленимся, мы виним кого-то в чем-то, в своих проблемах, да, мы склонны всегда искать недостатки в других, да, искать нужно в себе в первую очередь, но независимо от нас все равно Вселенная дает нам кармические уроки, которые дают нам перемену, да, какую-то, дают нам движение, ставят нас на путь истинный, просветляют наши головы, и в общем-то здесь как раз такая история, человек осознает очень многое, вы тоже осознаете очень многое, но я повторюсь, здесь по большей части виноват загаданный вами человек, злится на вас, негодует, винит вас, своих ошибок там пока не совсем осознал еще, но придет, придет к осознанию того, что и он тоже виноват. Конец замечательный, мне нравится этот расклад, мне всегда приятно, да, наверное, любому человеку приятно, когда кто-то осознает что-то, да, когда кто-то взрослеет и понимает, что, да, вот были сделаны ошибки, все это, все это осознается, все это отпускается и начинается все сначала, это замечательно. Вот такой сегодня расклад, надеюсь, что для кого-то информация станет полезной, для кого-то поучительной, кого-то она ведет на мысль определенную, да, смысл любого расклада на картах Таро все-таки дать человеку задуматься, да, возможность задуматься, что-то осознать, что-то понять и перестроить свое настоящее так, чтобы в будущем было хорошо, более комфортно. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами совсем ненадолго, как всегда, жду вашей обратной связи, пока-пока.